Всех приветствую, друзья, на связи Данки. В этом видео хочу вам показать бой из режима игры маневры. Задача здесь уничтожить базу противника и поможет вам в этом два флага. Ну, конкретно на этой карте два флага. Каждая из них дает обзор после захвата, бонус к атаке и увеличивает добычу ресурсов напрямую. Как будто бы вы построили дополнительные 1-2 центра снабжения. Здесь суммарный эффект, если захватить себе флаги, увеличивает добычу ресурсов на 20%. То есть у вас, допустим, на 6 центра снабжения добыча была 1000 ресурсов в минуту. Вот здесь можно посмотреть. То после захвата вот этих двух флагов на этой карте у вас будет добыча 1200 ресурсов. Ну и чем больше у вас добыча в минуту, тем больше эффект будет от вот этих двух флагов. Этот режим игры, он больше подходит для игроков, которые любят играть активно. Бегать, захватывать флаги, не отсиживаться на базе и стараться не выходить в тяжелую технологию. Здесь нужно планомерно, аккуратно переходить от одной технологии к другой. И если противник серьезный, то вы в любом случае дойдете до тяжелых сопровождений техники. В общем, это обеспечено. Играем мы против бойца 22 ранга сопротивления. Изначально этот режим игры считался для сопротивления. Потому что раньше было с этим режимом проблемы, не только с этим, с другим. Были большие карты с огромным количеством флагов, которые контролировать было просто невозможно физически, можно сказать. Победитель определялся по тому, кто выиграл первую схватку на флаге. Потому что в дальнейшем бить флаг было уже практически невозможно из-за бонуса к атаке. Бонус к урону 5 или 10% в радиусе вот этого зеленого круга. Как наши юниты вышли с зоны, то сразу же бонус пропал. Вот была проблема в том, что было много карт больших с огромным количеством флагов. И из-за этого, ну, лично, например, я этот режим игры не очень любил. Но после того, как разработчики переделали этот режим игры, добавили много интересных карт, я решил обратно включить этот режим игры. Там, если посмотреть по группе ВКонтакте, там было порядка 5-6 обновлений, связанных с этим режимом. И суммарно там добавили достаточно много, там, наверное, больше 30 миссий. Ну, не с новыми картами, а со старыми картами, но уже с флагами. Здесь я вам хочу рассказать про тактику боя. Как я играл за конфидерацию, вы видели, что я захватил этот флаг и отправил своих двух штурмовиков на базу. Почему я так делаю? Потому что противник, пока флаг под его контролем, он видит. Даже если юнитов нету, он все равно видит и знает, что там происходило. Он видел, что у меня было два штурмовика, он сделал два стрелка и сделал одного койота. То есть он стопроцентно бы уничтожил моих юнитов и все равно бы захватил флаг. Собственно вопрос, зачем мне терять юнитов, если я могу просто увезти их к себе на базу. Допустим, я их переиспользовал вот здесь, на нижнем левом флаге. Захватываю без потерь, уничтожая два стрелка противника. И как бы все хорошо. И вот в последний момент, когда у меня захватили вот этот флаг, я увидел, что там был койот, два стрелка. Соответственно, я делал четыре штурмовика и одного молота. Этого отряда будет достаточно для того, чтобы уничтожить юнитов на этом флаге и перезахватить его. Но мой противник тоже достаточно опытный командир. И как мы видим, юнитов здесь никаких нету. Флаг пустой. Он тоже понимает, что армия может прийти более сильно. И соответственно, он потеряет юнитов и с этого вообще ничего не выиграет. Ну, в общем, мы выходим в развитие, о чем я говорил. Флаг пока что под моим контролем. Даже оба. Вот я произвожу Зевсом. Построил ПВО. Играю через шесть центр снабжения. Добыча у меня получается 1556 в минуту. То есть, режим хорош тем, что нужно активно играть. Нужно думать, какой флаг, как захватить. То есть, это более интересный геймплей. Не отдерживайтесь на базе, а играйте, вылезая с нее. Когда выйдет герой, играть в этот режим будет еще интереснее. И в итоге мы потихонечку-потихонечку развиваем свою базу. И увеличиваем добычу ресурсов, о чем я говорил в начале. То есть, если вы играли бы в ПВП, добыча у вас была бы там, ну, 1250 где-то ресурсов в минуту. А под флагами, вот этими всеми, добыча увеличивается прям значительно. И, соответственно, повышается скорость игры. И вы можете больше всего делать. То есть, я сделал вертекса. Отправляю его на разведку. Мне интересно, чем занимается противник. Я ожидаю от него кречетов. Но он на третьем штабе производит через два завода дикобраза. Через один завод ягувары. И через два завода стрекоза. Что очень даже интересно. Он захватил флаг и сразу отступает. То есть, он тоже понимает, что сейчас придет просто больше армия на нижний левый флаг. И я, как бы, его смогу наказать. Но не получается. Но все же, немного повредив себе истремитель, я уничтожаю его танк. И отступаю на базу. Он захватил флаг. Ему это стоило 220 ресурсов. Такая вот стоимость у ягувара. Ну и, соответственно, я понимаю, что дикобразов пока что у моего оппонента не так уж и много. Он потратил ресурсы на оборону, на стационарные пушки, снайперские вышки, стационарные ПВО. В общем, это много ресурсов у него скушало. При том, что два флага по большей части были под моим контролем. То есть, у меня экономическое преимущество копится. Если вы против фермера играете в этом режиме, то за 10 минут, ну, допустим, у вас 1000 ресурсов в минуту добычи, да? И вы держите два таких флага по 10% каждый, которые увеличивают добычу. За 10 минут боя вы получите экономическое преимущество 1000 ресурсов. То есть, преимущество, на самом деле, достаточно весомое. Это почти 5 тяжелых танков. Здесь я замечаю вертолет противника. Насколько мы знаем, стремители крайне эффективны против вертолетов. Особенно, когда они кучкуются. И, собственно, я уничтожил один вертолет противнику. И начинаю таковать дикобраза. Я подумал, что получится это сделать. Но там уже два дикобраза, поэтому не получится. По разведке я пока что не убираю своих юнитов. Понимаю, что им ничего не грозит. Пока решил оставить здесь. И сам выхожу в 4 штаб. То есть, у меня добыча просто дикая для 20-го ранга. То есть, ну, у него 22-й ранг, не 23-й, конечно. А нет, или на 22-м ранге открывается центр снабжения. Ну, в общем, экономики у нас примерно равные. А может, у меня даже и лучше. И поэтому я вот так вот очень быстро развиваюсь. И я юнитов не теряю, в отличие от своего оппонента. То есть, он потерял один ягуар. До этого пару стрелков. У меня же потерь вообще вроде бы пока что никаких и не было. Ну, может только при разведке. При сборе контейнеров. Где-то я потерял несколько штурмовиков. Вот. И я перехожу в производство техники. Выходить здесь в бомбардировщики я не стал. В ТОРе. Потому что видно, что противник опытный. Он постоянно маневрирует. А чтобы ТОРом эффективно уничтожать армию противника, нужно их там штуки 3 хотя бы, наверное, сделать. Не забывайте, что у меня 20-й ранг топаем. И у меня всего лишь 3 бомбы у ТОРа. Тремя бомбами попадать сложно. Плюс скорость заправки не такая высокая. И, собственно, один раз промазал. И ты там отдал за авиозавод. 300 ресурсов за ТОРа. 450. В итоге... Сколько получается? Около 40 секунд я копил, чтобы сделать одного ТОРа. Не попал. И жду полторы минуты, пока он мне там заправится. Чтобы я снова смог попробовать отбомбить. Да, ТОРы эффективны во многих случаях. Но здесь, учитывая, как играет мой оппонент, ТОРой не очень была бы хорошая идея. Вот смотрите. Здесь я атакую противника вертексами. Его ошибка, что он играет без хамелеона. Он решил захватить флаг. Но он тоже понимает, что играть без флага очень плохая идея. Здесь у него сейчас дикобразы скучковались. Насчет этого вертексами я смог выбить ему уже 4 дикобраза. Может быть 3, может быть 4. Вот. И не смог зайти на атаку. На 4 дикобраза, на 5. Вот. И поэтому теряемую часть прочности моих истребителей. Но в целом у меня вот получилось противник уничтожить все его мобильные ПВО. И теперь я берусь за Мамонт. Мамонт просто мало жизни. Их можно ваншотнуть тремя выстрелами. А топливо на моих истребителях вот уже закончилось. То есть вроде бы кажется армия пустая. Можешь добивать. Там вертолеты и ягуары. Но опять же. Ранг 20. Топливо не так уж и много. Как там на 24 рангах. И поэтому сильно ограничены маневры. То есть полетал, полетал. Вроде пока нам ПВОшки дикобраза повыбивал. Уже приехали новые. Ягуара не успел уничтожить. Давайте ускоримся. Здесь пока что ничего интересного. Он все же удерживает один флаг. Он понимает, что без него будет трудно затащить. Вот. Я по засвету уничтожаю еще одного дикобраза. Видимо еще одного дикобраза. Тоже хотим уничтожить. А кстати может там даже Мамонт был не дикобраз. Ну. Суть в том, что я ему что-то уничтожаю. Я там потерял два истребителя. Разменял их на ПВОшки. Ну в общем. Так как он играет через два завода спецмашин. Эти размены у меня не очень равноценные получаются. Ну. Точнее никак. Мы просто топчемся оба на месте. Он просто сделал новые дикобразы. То есть там один дикобраз стоит 180 ресурсов. Вертекс 300. Собственно мне надо уничтожить одни вертексы. Два дикобраза. В принципе как-то так и выходит. Не знаю. Порядка 7 дикобразов уничтожил. Потерял полный аэродром вертекса. Но тем временем я доставил противника тратить ресурсы на нового дикобраза. А сам в это время производил технику. Дикобразы конечно крайне эффективны. Могут быть против пехоты. И даже иногда молотов. Но против зевсов по чьей том. Это наверное не прокатит. Отказался от производства вертексов. Оставил довод для разведки. Ну и так уничтожать стрелков. Которые могут появиться на моем верхнем правом флаге. Проверяю циклоном наличие пехоты в лесах. Потому что важный элемент. Когда противник знает о том куда вы двигаете. Что вы собираетесь делать. Это иногда не очень хорошо. Потому что он может взять засаду. Или же как и здесь. Почему я решил отправить циклона на разведку. Подумал что сейчас я поеду на этот флаг. Его перезахватывать. А он на золотой разведке. Ягуармия объедет. И просто зайдет ко мне на базу. Уничтожит заводы. Такое тоже может быть. Поэтому надо играть крайне аккуратно. Щит готов. Я свою армию распластал более широким фронтом. Чтобы больше техники. Одновременно начали стрелять по противнику. С большей вероятностью. Уничтожили первые единицы техники. И получили бы преимущество. Он там летает вертолетами. Подвел Дикобраза поближе. Чтобы сбить моего вертолета. Циклона. Ну и что. Мы идем в атаку. Чуть-чуть пехоты. Которая у меня с самого начала боя. Насколько я помню. Щит. Зевсы. Тайфун. Активируем щит. Его я оставляю позади. Где он стоит. Там он стоит. Даже настолько его специально поставил. Чтобы он не ехал никуда. И мы вступаем в бой с армией противника. Справа вертолет нас атакуют. Снизу мамонты и ягуары. Все бы неплохо. Но у противника нету хамелеона. Мы сейчас под щитом. Под хорошим бонусом к защите. А сопротивленец без хамелеона. Ну в общем-то понятно, что ему трудно было бы вообще что-то сделать. Только огромным количеством пехоты, если отбиваться. Как вариант. А так Зевсы. Ну с потерями конечно. У меня жизни не так много осталось на технике. Но все же мы тут вывели ему больше юнитов. Хочу отметить то, что я играл через четвертый штаб. То есть я потратил ресурсы, чтобы построить дополнительные заводы. Чтобы построить штаб четвертого уровня. А в этот момент игрок сопротивления, он на третьем штабе все это время производил технику. То есть он в четвертый штаб не переходил. Поэтому в принципе с таким, ну как вам кажется, с трудом не с трудом, как для вас. Но я по прочности своих танков понял, что тут на самом деле не так-то все просто было. Если бы не было щита, то скорее всего моя атака даже захлебнулась. Просто потому, что у моего противника было больше юнитов, которые могут наносить урон моей технике. Вот я сейчас включил даже буст на общее восстановление. Чтобы отремонтировать свою технику, у меня появился план атаковать с холма. С этой стороны, потому что удобная позиция. Противник будет для меня сложно набраться. То есть ему будет надо напрямую в лоб ко мне ехать или объезжать. Ну незаметно не получилось за снайперской вышки проехать в тыл, но тихонечку-тихонечку докатываемся до базы и начинаем атаку с этой стороны. Опять же противник производит вертолеты, но вертолеты они эффективны против Зевсов. То есть один на один побеждает стрекоза, если брать одинаковые прокачки юнитов. Но если несколько тайфунов добавить к Зевсам, то стрекозы очень быстро начинают падать и использовать их нерационально. Ну и как мы видим, армия противника уничтожается. У меня, так как я включил буст на восстановление технику, быстро отремонтировался. И собственно у меня огромная армия, которая численно превосходит армию моего противника. Плюс мы атакуем уже заказом с центра и тут появляется только сейчас хамелеон моего противника, но уже было поздно. Если бы я не пытался держать два флага под своим контролем, то скорее всего вот здесь вот бой бы проходил уже с хамелеонами и тут уже было бы непонятно, кто кого выиграет. А тут за счет стратегии, за счет того, что я поставил вначале на удержание флагов, я быстрее развивал своего оппонента, быстрее вышел щит и за счет этого вовремя смог уничтожить его армию. Если бы он буквально один хамелеон добавил к той своей армии, которая находилась вот здесь вот слева, то вероятность того, чтобы я ее пробил резко понижается, потому что реально получилось уничтожить большим трудом. На этом бой завершается. Противник сносит свои здания, так понимаю, в знак уважения. Ну, как я считаю, что, чтобы не мучить своего противника, просто сносит свои здания. Потому что противняться уже бесполезно, тем более 20 минут не продержится, за дополнительные бонусы не получит. Сейчас вам покажу профиль игрока, против которого мы играли. Это был 22 ранг, он медалист, у него хорошая статистика для 22 ранга. Медалист 72%, вьетнамец. В общем, такой вот боец. Он, кстати, не медалист, показалось. Это я перепутал с другим бойцом. Ну, вот такой вот был бой. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому режиму. Будете ли вы у него играть, после того, как обновили карты. Ну, и вообще любую другую интересную информацию. На связи был Данкин, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok